Классические спортивные из кожи замши и ткани. С наступлением дождей возникает вопрос, как защитить свою обувь от влаги и искать на него ответы необходимо заранее. Существует много народных методов, но для начала стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлена ваша пара. Замшевая обувь подчеркивает вкус мужчины, сказала Коко Шанель. Осталось добавить, что ухаживать за бархатистой парочкой необходимо строго по правилам, поэтому спасать ее от дождя лучше с помощью специализированных средств. Для начала очистим туфли от пыли и грязи, а уже после обрабатываем водоотталкивающим спреем. Если вы не боитесь рисковать, попробуйте создать надежный защитный слой с помощью универсального народного средства. Берем чистую сухую обувь, и она может быть как замшевая, кожаная, так и тканевая. И сантиметр за сантиметром натираем свечкой. После греем пару феном. Парафин плавится, пропитывая ткань. Появляется прочная непромокаемая пленка, с которой вода просто скатывается. Не обязательно покупать дорогие пропитки для кожаной обуви. Создать желаемый водоотталкивающий эффект поможет обычный вазелин. Им обрабатываем швы. Запоминаем еще один способ. Растапливаем воск или парафин и добавляем льняное масло. Перемешиваем, наносим теплую смесь на обувь и растираем. Слой высыхает быстро, и вода на поверхности не задерживается. Чисто белые кроссовки. Стильно, модно, молодежно, но так непрактично. Сложно разглядеть хоть каплю роскоши в обуви, которая пронеслась по пыльным дорогам, выдержала занятия спортом или, хуже того, попала под дождь. Конечно, в плохую погоду не каждый рискнет выбраться в таких на улицу, но есть способы, если не защитить, то легко отбелить любимую пару. Для самого простого понадобится старая зубная щетка и отбеливающая паста. Наносим последнюю на загрязненные участки и трем. Второй вариант взять немного порошка, перемешать его соком лимона, уксусом и перекисью водорода, а потом зубной щеткой этой смесью почистить белые кроссовки. Конечно, проще всего воспользоваться специализированными спреями и пропитками, но качественные варианты достаточно дорогие, а хватает их ненадолго. Пусть на народные методы необходимо больше времени, зато они точно безопасны как для ваших туфель и кроссовок, так и для ног. Да и никто не узнает, что пара обработана смесью собственного приготовления, а не из магазинного баллончика. Смело пойдут по грязи и лужам Екатерина Печальникова и Денис Шабанов.